Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 29 марта. У меня в Сибири, да и вообще по Сибири резкое потепление, чего раньше почти не случалось. И мы сейчас с вами открываем новую тему у меня. Я прямо в свое время заснял эту работу, потом остановил. Итак, друзья, у меня скопилось множество интереснейших писем из частной переписки, которые дают представление о том, что творится или не творится. Слово творить на просторах нашей Родины. И некоторые выношу на ваше рассмотрение. Например, это. Так, проверка записи. Запись идет. Итак, прошло много лет, и мы смотрим, что изменилось. Не знаю, как в Сибири и какие плоды на вкус, но у меня в Киевской области на поганой земле и подземными водами 2,5-3 метра урожая практически нет, а деревья мучаются и еле растут. Типичная ситуация, когда весной все цветет. Затем уже на золотых деревьях завязываются всего десяток яблок или груш. И 90% из них осыпаются, будущее с орех величиной. Это при том, что я над ними постоянно парюсь. Сейчас я буду цепляться за эти слова. Удобрение, обрезка, обработка все, все пустое. Абрикосы вообще плодят раз десять лет, а вы говорите Сибирь. Так, наверное, уже на секунду на кухне, по той причине, что постельно пересыхает горло. Так. 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 именно к этому письму я должен вернуться через много лет по той причине я недавно не общаюсь, хотя сейчас трудное время, 23 год, но я общаюсь с украинскими друзьями, просто садоводами как ничем не бывало, я выходил из Украины, я сибиряк, я всегда говорю, мы едной крови вот недавно сообщение с Украины, нет, не Украины, а у человека, который живет в Ростовской области, он побывал на Украине вот, может год назад, и был в шоке, дело в том, что его родители из Украины, и они ему внушили, что Украина это рай, садовый рай и вдруг оказалось, что нету там никаких садов, надо к этой теме вернуться как так, и тогда не было, еще в прошлом году, сады исчезли, что же это случилось вот, и так, что он делал, он делал, он парился, он удобрял, обрезал, обрабатывал вот, и говорит, а вы говорите Сибирь, что такое Сибирь мне было так, времени ноль посадил, и все урожаи получились немыслимые мне неудобно каждый раз показывать в фотогалерее вот, и на сороком году когда, казалось бы, уже за эти годы сад уже просто должен был взять и умереть постепенно а он не стал умирать вот и получилась вот такая вещь, что скажем, годом лучше, лучше, лучше вот я так как не могу, а то получается, что я опять да все буду потому и у меня-то случилось такое дело что скажем, годом лучше, лучше, лучше получились невероятные урожаи невероятные, немыслимые вот и годом раньше и двумя годами раньше и тремя годами раньше вот, то есть это уже не шутки вот, персики, черешни крупноплодные абрикосы и тут я получаю вот такую весточку еще в виде комментария комментарий к моему, у меня есть канал называется «Содоводство по железу» и вот или последним, или предпоследним сейчас я вспомню ну-ка здесь вот такой комментарий ой, мне долго искать смысл такой я плохо понимаю то, о чем вы говорите вот, плохо понимаю то есть всякое совершенно нет определенного опыта определенного уровня который, казалось бы ну, еще 30 лет назад мы все зачитывали журналы и сейчас этого нет какие-то термины уже все знали садить пусть неправильно но умели вот давайте подробнее итак удобрение удобрение это еще не урожай если он удобрял вот эту страшную яму огромная яма роется вот у нас есть такой телеканал сейчас он уже другой усадьба огромная яма куча всевозможных удобрений и все это бедным корням преподносится прям под нос вот если человеку закармливать то мы знаем что это такое ожирение диабет ранние болезни и смерти то же самое и вспоминаем как себя ведут у украинского земляка деревья вот что он пишет завязывается десяток а зачем ему яблоки давать вот 90% высыпается а почему бы и нет а зачем напрягаться дерево вы подумайте дерево должно давать потомство а мы это потомство должны есть а зачем ему давать потомство ему так хорошо всегда продляется рот когда до этого есть какие-то основания то морозы то заморозки то засухи то ураганные ветра в этом году сбило как вы говорите вот осыпается на другой год должно быть двойное урожай вот так сумма получается все-таки не без плодов и в данном случае я считаю что она на некой этаже выкопала огромную яму так же набил ее не дай бог передоем и уже одна причина есть назовем это диагнозом обрезка я борюсь с этими обрезками всю свою жизнь потому что обрезка вовсе принятая как правило это обрезка на кольцо она болезненно смертельно вот она чаще всего не нужна потому что еще раз говорю когда у меня не было времени на все эти обрезки на обработки у меня получились вот те самые урожаи я не говорю что в Киевской области нет проблем и будет так же как у меня у меня есть помощник называется Генерал Мороз вот большая часть косякомых с ним управляется именно Мороз так у меня нетронутый слой почвы дерн нетронутый сверху значит густой слой листьев потом нетронутый подчеркиваю снеговой покров и все это вместе дает комфортное существование даже в Мороз ну а в Киевской области конечно уже яблоки груши селивы должны быть 100% вот абрикосы нет тут именно из-за этих ранних так называемых ранних просыпаний в середине зимы плюсовая температура может быть в конце зимы вот заморозки во время цветения тут уже действительно с абрикосами дела хуже как это сделать вот сейчас еще обратим внимание на казалось бы минус минус огромный он землю назвал поганой вот а подземные воды доставляют 3 метра но уже не так уж и плохо казалось бы вот есть у нас варианты ну понятно даже у киевского садов все было привито тогда можно иметь только качественные деревья что использовать на подвой существуют прекрасные корневые отводки с очень компактными корнями у слив у вишен и у ябл значит вишни есть значит на них можно поливать черешни так вот и уже не беда что до воды 20,5-3 метра раз сливы то же самое до воды 20,5-3 метра сливы прекрасно будут расти вот особенно если они еще они и так более компактные чем по сравнению с абрикосами а уже если корневого отвода то это просто подарок судьба и тогда на них можно привить сливы роскошные а еще что внимание персики у них кстати тоже стержневой корень у них тоже проблема с персиков с этими подземными водами и даже абрикосы даже абрикосы абрикосы конечно на сливах чувствуют себя не так хорошо как хотелось бы вот но все-таки 10-15 лет могут прожить накормить а что при этом еще происходит как мы вот уже землю поганой видим мы уже не будем называть как мой земляк вот а как еще какая польза может быть элементарно если подвой более привержение с более позднего просыпания срыва уже позже просыпается посредине с абрикосом эти качества передает абрикосу называется ментор менторное воздействие и цветение двигается уже может быть получится не раз 10 лет а может хотя бы раз 3-5 лет уже легче согласны вот вот этот момент что мы еще не рассказали и так значит срывы дают корневой отводки вишни дают корневой отводки и яблони дают корневой отводки я не имею ввиду вот эти клоновые подвои специальные лучше бы их никогда не изобретали это когда палку отхнула она обрастает искусственными корнями не глубокими не морозостойкими постоянными проблемами потому что мощь и корень это основа дерева а тут какой мощь и корень это издевательство но там не будем лезть в это промышленное садоводство а дальше в садоводстве я бы просто запретил будь моя воля эти колдовые подвои из искусства корней но корневые отводки это другое дело ну-ка сейчас мы еще возьмем и немножко побываем в моем побываем в моем царстве вот они корни вот они корни сейчас я вам их покажу вот это вот видите вот есть корневой отводок но это уже привитый садоводство летний годок продаж вот это есть то самое и чихать он хотел сюда водить 2,5 метра вот видели да ну давайте еще по это самое многие пытаются обмануть абрикос видите здесь он был посажен на груди кирпича и давай это самое пытаться пристроиться вот есть такое понятие дренаж это когда дно ямы устилают так чтобы не пропустить корни глубже чтобы они оставались в поверхностном слое обойдут все равно только что год-два можно выгодить но не более того что еще показать вам вот чтобы именно этот кусочек закончить вот огромное количество саженца имеет вот такой вид это к нам привезли черешный причем обман вот потому что я вижу явно дерево не привито так вот такой корень имеет бруса ой слива которая выросла из семян вот этот ну центральный корень он имеет и там где до подпочек вот далеко там он сыграет роль чем дали корень тем более насыщенный солям и минералами сок поступит в крону так еще давайте посмотрим вот вот еще покупной вот я тот самый который я проклинал вот это вот продажный саженец так он пришел в посылки моему сыну Сергею Железову питомника вода из Крыма вот и получилось так что вот смотрите внимательно на вот это место вот это вот это уже гнилье чистое так и это гнилье провелось потому что оно было ниже уровня почвы то есть это место где почва переходит воздух воздух граница воздуха почва там всегда повышенная эрозия вот что произошло видите его еще только посадить не успели а он уже смертельно болен вот это пример того что клоновые подвое долго не живут а у них главная задача продать продавать успевают видите еще поди проверку посылки кладут вот вот этот еще хотел показать сейчас еще парочку покажу вот что такое посылки когда судьбу покупаешь вот получаешь вот такое чудо вот корневой трудок яблони может дать вот такие урожаи это у меня рекордный урожай колновидной яблони еще покажу пару корней и наверное на этом закончим труба зовет надо идти работать почему я вас отговариваю покупать саженцы по почте видели этот ужас вот еще пару корней покажу пару корней покажу пару корней покажу кстати вот еще вот такие вот не думайте покупать но это тоже с посылки но как человек может как он может не доверяешься продавцу не купить все равно хочется ну и получается еще еще корень вишни это есть из косточки вот еще какой-нибудь корень это уже корневой отводок вот сбоку я себе до курса вот торчит это пуповина которая связывалась мамой вот я возвращаюсь еще бы показать пару да корень персика видите почему персик тогда опять же на сливу посадить привить на сливу почему вот со сливами проблем нет а здесь смотрите какой тяжелый корень у персика давайте вернемся еще и подведем какие-то итоги и так если использовать корневые отводки яблонь груш нет яброш нельзя яблонь вишен и слив может их выращивать прививать на корневые отводки и добавляем сюда на вишню черешню на сливу персики абрикос на яблоню яблоню само собой но уже самое роскошное то есть корневые отводки это панацея раз но при этом не дай вам боже вот так вот чтобы не случилось что человек фактически с самого начала забубил сад он забубил сад он удобрял посадка по железу она немножко другая но это уже тема будет другого разговора если коротко к этим двух словам три метра можно добавить полметра насыпной холм на полуге это еще полметра добавить раз и есть же еще причина которых мы тут не знаем мы можем догадываться если он садил так же в яму у него начинает дерево подгнивать это корневая шейка основа нижняя чаштамба ну подгнивает и подгнивает а он еще не знает что в этом вся причина а сразу не проявляется в прошлые годы наверняка посадка была бы в это самое углубление наверняка а холм решил бы эти проблемы вот извините за этот короткий разговор а дальше вебинары вебинары вот небоскребы небоскребы а я маленький такой так вот здесь вот в гостевой книге у меня объявление ну и переписка видите вебинар следующий будет 3 апреля а это очередной понедельник 16 по Москве вот там я буду говорить подробнее подробнее уже с фотографиями еще подробнее еще подробнее вот ну и переписка сами видите задается вопрос отвечает Железу отвечает Алексей отвечает Ирина вот ведет активная работа делимся опытом ну и да я там собираюсь с вами расстаться если к тому добавить что ну Украина уже сложно сказать она пока недоступна ни мы к ним ни к нам но Казахстан Белоруссия Россия прибалтится еще заказывает что-то тем более прибалтика это все-таки не Африка Дальний Восток российский это все куда те кому нужны мои семечки косточки черенки и саженцы моего Сида Железова продолжайте это дело продолжайте разводить сады сами посадку на холм вот косточки для вас готовы и у всех 2,5-3 метра до воды у многих с этим все в порядке можно вырастить сад и не называть его потом этот сад не называть поганым на поганой земле вот избавиться от этих это все чего научили он далека научил это было почти советское время это было время когда царствовали журналы типа пришельно хозяйство если все следовать четко использовать как инструкцию то будет то что у нашего моего земляка в Киевской области не растет это раз в 10 лет осыпается десяток яблок это в этом языке его десяток яблок да что же вы совсем уже и вот именовато я сам когда покупал предсадительное хозяйство потом выписывал у меня руки дрожали от волнения теперь уже не дрожат теперь при этих словах у меня поднимается давление потому что классическая она сейчас преподается в университетах классическое садоводство это я его называю смерть садам результат вот у этого человека ну а дальше 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 наверное прочитать мой ответ нет нет пожалуй я уже все сказал а потом будет серия за номером два репин пытается из меня всю информацию выжить видите и дальше и дальше и дальше и дальше и дальше и дальше вы будете знакомиться не только с новичками вот как этот самый земляк с Кимской власти а с супер садоводами вот такими вот но я просто вас интригую это будет совсем другой разговор еще раз скажу ребята не теряйте время еще не поздно еще не поздно еще не рано не выхожу из ресторана но мы используем другой смысл этой песни еще не поздно еще не рано самое время заказывать семена черенки на прививку книги использовать мои потому что эти книги это совсем другая история вот с этими книгами вы уже не погубите садоводство свое родное ваш сад полито вашим потом поливать вы будете ровно один год и то много пота не надо все друзья давайте пока садоводство у за